Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Ростислав Гулбис умер в Костроме. Официальный диагноз пока что не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. У него было обострение панкреатита. Врачи из Костромской больницы спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить, рассказала Екатерина Гольцман в интервью изданию Life. Стоит добавить, что о смерти актера уже успели высказаться многие друзья и поклонники. Да что ж такое-то? Молодые, красивые, талантливые уходят. Соболезнования родным очень жаль. Боже мой, такой молодой. Офигеть, это же актер сериала «Полицейский срублювки». Жаль, вечная память пишут в сети. Отметим, Ростислав Гулбис родился в Москве 28 февраля 1989 года. Его отец – дирижер, композитор и педагог Московского государственного педагогического института имени Ипполитова Иванова Эдуард Гулбис. Ростислав Гулбис окончил в 2003 году детскую музыкальную школу имени Юргенсона, где обучался по классу скрипка. В 2011-м Ростислав окончил Институт театрального искусства, рекламы и шоу-бизнеса «Мастерская Эдуарда Ливнева». После окончания вуза принимал участие в постановках театра имени Симонова, где играл Грумова в спектакле «Вдовий пароход», «Воскова в Азоре здесь тихие». Кинематографе Ростислав Гулбис дебютировал в 2011-м году, сыграв эпизодический ролик комедии «Опять новый» и сериале «Следственный комитет». В 2015-м году на ТНТ запланирован выход комедийно-драматического сериала «Честь имею» режиссера Ильи Куликова, сценариста «Закона каменных джунглей» и «Моими глазами», которым Ростислав Гулбис сыграл одну из главных ролей. Также добавим, что на днях в возрасте 77 лет умер турецкий актер кино, театра и ТВ Угуртан Сейенер в Измире. Об этом сообщает Арти49. Смерть Угуртана подтвердили его коллеги. Артист был госпитализирован еще год назад в связи с разного рода старческими недугами. В частности, у него были проблемы с пищеварением. Похороны назначены на сегодня. Угуртан Сейенер родился 16 сентября 1944 года в Самсуне на севере Турции. Самая известная роль Джимиль в ситкоме «Наши» – одном из наиболее продолжительных национальных сериалов 15 сезонов, пользовавшихся в стране гигантской популярностью. Шоу ушло в «Прайм Таймс» с 1989 по 2002 год и с тех пор неперестанно повторяется. Сериал стал своего рода ремейком комедии 1977 года «Король привратник».